Ты выбираешь детскую коляску, смотришь обзоры, читаешь описание. Все достаточно убедительно, но как-то непонятно. Мы запускаем рубрику, где объясним, что означают все характеристики коляски. Расскажем все нюансы и разновидности механизмов. После просмотра этой серии роликов, ты сможешь сделать выбор в пользу той или иной коляски. Осознанно, аргументированно и самое главное, без стресса. Итак, начинаем. Сегодня разберем все виды колес, конвертов, узнаем нюансы капюшона, козырька и корзины. Ты смотришь азбуку колясок от Бубагол. Итак, колеса. Нужны маленькие или большие? Надувные или гелевые? Выбор огромный, потеряться легко, но разобраться реально. Давай начнем с диаметра. Выбор размера колес должен зависеть от времени года и местности, по которой вы с малышом собираетесь гулять. Основное правило. Чем хуже дорога, тем больше должен быть диаметр колес. Большие колеса от 25 до 40 сантиметров в диаметре. Их проходимость просто поражает. Отличный вариант для зимы и межсезонья. Свободно проходят по бездорожью, снегу, грязи, камням. Легко преодолевают бордюры и пороги. Если в ближайшем парке плитка давно разбита, или если ты любишь гулять за городом и ездить к бабушке в деревню, то коляска с большими колесами – твой выбор. Но большие колеса увеличивают общий вес коляски, занимают больше места при хранении и обладают меньшей маневренностью, но большей проходимостью. Маленькие колеса до 25 сантиметров в диаметре. Отличный вариант для весенне-летнего сезона и ровного асфальта. Минимальный возможный вес, поэтому идеальный для путешествий. Высокая степень маневренности. Условно можно разделить на две группы. 8-15 сантиметров. Подходит для идеально ровных дорог и, как правило, сделанных из пластика. И 15-25 сантиметров. Наиболее распространенный размер. Бывает уже из разных материалов. От резины до полиуретана. Про виды материалов мы тоже поговорим в этом видео, но немного позже. Но самое важное отличие маленьких колес от больших – они имеют меньшую проходимость и более жесткий ход. Материал колес. Есть две главные категории. Надувные и ненадувные. Начнем с надувных. Уверен, с ними все знакомы. Это как колеса в автомобилях и велосипедах. Внутри колеса находится резиновая камера, в которую накачан воздух. Покрыта камера плотной покрышкой, шиной. В чем основной плюс надувных колес? Конечно же, в мягкости хода. Коляска на таких колесах все равно, что лодка на волнах. Никакой тряски – максимум комфорта для малыша. К тому же надувные колеса выделяются отличной проходимостью. У Bubago есть одна модель модульной коляски с надувными колесами. Bubago Voyage ездит максимально тихо. Можно подкрадываться незаметно к людям. Но я должен сказать и о недостатках такого типа колес. Их нужно подкачивать. Это достаточно просто и нужно делать не чаще раза в год. Но для некоторых это запарно. Такие колеса можно проколоть. Ну, как и на автомобиле. Ну, а что тут поделаешь? Да, такие колеса тяжелее. Учитывая этот факт, если коляску придется спускать по лестницам или поднимать без пандусов. Следующий тип – ненадувные колеса. Они бывают абсолютно разные. Цельнорезиновые, испененные резины, пластиковые, гелевые, полиуретановые. Гелевые колеса – современная альтернатива надувным. По своему принципу они схожи. Но с той разницей, что закачивается в камеру не воздух, а специальный плотный технический гель. Плюсы гелевых колес. Мягкий плавный ход, высокая ценностойкость и прочность. Хорошая проходимость, идеальный баланс цены и плавности хода. Но есть и минус – они весят значительно больше других типов колес. Цельнорезиновые колеса. Это колеса буквально полностью сделаны из-за резины. Из-за этого сразу следует список плюсов. Максимальная прочность и устойчивость к проколам, хорошая проходимость, невысокая стоимость, относительно небольшой вес. Из минусов – более жесткий ход. И это не самый подходящий вариант для зимы, потому что при низких температурах резина твердеет и перенимает все недостатки пластиковых колес. Колеса из спененой резины EVO. Это полимер по своим свойствам очень напоминает обычную резину, а также имеет несколько дополнительных плюсов. Небольшой вес. По сравнению с надувными шинами, колеса EVO заметно легче. Мягкость хода и износостойкость. Они не боятся гвоздей на дороге. Но по битому стеклу ездить все же не стоит. Порезать колеса все еще реально. Экологичность и отсутствие запаха. EVO резину используют даже в стоматологии. Обрати внимание, колеса EVO изнашиваются быстрее, чем гелевые или резиновые. Пластиковые колеса. Их ты не увидишь ни на одной модели Бубагу. Это самый неоднозначный вариант колес, подходящий только для определенных условий. К примеру, для супер ровных тротуаров летом. А мы же знаем, что идеально ровные тротуары такая же редкость, как единороги. Плюсы. Низкая стоимость, небольшой вес. Минусы. Ненадежность, неприятный шум, жесткий ход и тряска на неровной поверхности. Плохое сцепление с дорогой, плохая проходимость. Полиуретановые колеса. Нечто среднее между пластиковыми и надувными. По сравнению с надувными, полиуретановые колеса более маневренные, но уступают по амортизации. По сравнению с пластиковыми, все наоборот. Амортизация лучше, маневренность хуже. Полиуретановые колеса сделаны из заменителя резины. Плюсы. Они прочные и износостойкие. Поэтому коляска может перейти по наследству второму ребенку. А затем и третьему. Все зависит только от твоих планов. Минусы таких колес. Менее маневренные, чем пластиковые. Новые не едут по скользким поверхностям. Уступают надувным по амортизации. В общем, видов много. Как видишь, везде есть свои минусы и плюсы. Выбирать нужно чисто из своих пожеланий и запросов. Для удобства мы собрали все критерии в одной сходной таблице. Можешь ознакомиться сейчас или найти ее по ссылке в описании. А сейчас я расскажу про количество колес. Их может быть от трех до двенадцати. Конечно, чаще всего можно встретить коляски с четырьмя колесами. Такая классическая конструкция надежна и достаточно удобна. Трехколесные модели привлекают своим дизайном. Но на пандусе это неудобно. Все же он приспособлен для четного количества колес. Иногда у колясок спереди сдвоенные колеса. Это шестиколесные модели. Если все колеса сдвоенные, так получается восемь. Зачем производители так делают? Считается, что это делает колеса более износостойкими, а коляска устойчивее. Плюс двойные колеса при желании. Чаще всего можно сделать плавающими. Ну и, конечно, ты спросишь про двенадцать колес. Это как? Все просто. Если на коляске для двойни сдвоенные колеса, получается шесть пар. А того – двенадцать. Ну что, мне кажется, пора переходить к следующему слову. Конверт. Это дополнительный аксессуар, который используют в холодное время года. Он нужен с рождения и где-то до полутора лет. По своей сути, это небольшой спальный мешок, утепленный внутри. Существует несколько видов. Мешки, одеяло, комбинезоны и трансформеры. Конверт-одеяло часто покупают для выписки. Плюс им реально можно пользоваться как пледом. Конверт-мешок, по своей сути, кокон на молнии. Подходит для малышей, которые еще мало двигаются. Тоже может превращаться в одеяло. Конверт-комбинезон. Снизу он как мешок, но сверху уже имеет рукава и капюшон. Конверт-трансформер. Из мешка с помощью молнии можно превратить в полноценный комбинезон и обратно. При покупке обращаю внимание на то, есть ли в конверте прорези для ремней безопасности автолюльки. Также хорошая замена или дополнение – чехол на ножки. Это дополнительный элемент есть в каждой прогулочной коляске Бубагул. Капюшон или капор. Это то, что защищает ребенка от всех погодных проявлений, будь то палящее солнце или снегопад. На что стоит смотреть при выборе коляски с капором? Конечно, как он регулируется. В колясках Бубагул их ничем не нужно застегивать. За счет своего строения он держит то положение, в котором ты его оставишь. Также важная характеристика, насколько капюшон глубокий. В идеале, чтобы он закрывался прямо до бампера. Но это на твое усмотрение. Материал, кроме эстетики, это еще влияет и на практичность. Капюшон коляски может быть выполнен из ткани, искусственной кожи, комбинированной из нескольких видов материалов. И даже с меховой отделкой. Наиболее универсальный и распространенный вариант – это ткань. Но не любая. Ткань должна хорошо очищаться от загрязнений, пропускать воздух и быть водонепроницаемой. Во всех моделях Бубаго обивка сделана из ткани с водоотталкивающей пропиткой. От сильных осадков, конечно же, должен защищать дождевик. Но если идет снег или гулять осталось совсем недолго, ты просто закрываешь капюшон и готово. Капли просто стекают по поверхности, не нарушая комфорт ребенка. Плюс важная деталь капюшона для прогулок вечером – светоотражающие полосы. Еще одна деталь в капоре, которая может пригодиться – смотровое окошко, чтобы наблюдать за ребенком, если блок развернут в другую сторону. Козырек – это, по сути, удлинение капюшона. Если капор изначально неглубокий, козырек можно приобрести отдельно. На что следует обратить внимание при выборе козырька? На все характеристики, которые важны и для капюшона – ткань и размер. Но если ты приобретаешь его отдельно, еще и способ крепления. В колясках Бубаго в этом нет необходимости. Тень можно создавать при помощи капюшона. Плюс есть встроенный козырек по краю. Он более плотный и под другим углом. Малыш сможет спрятаться от лучей и глаз прохожих. Корзина. Именно она упрощает походы в магазин. Запомни, тяжелые пакеты лучше не вешать на ручку. Это может спровоцировать складывание коляски или она может перевернуться. Так что лучше изначально присматривать модели с вместительной корзиной. На что нужно смотреть? Вместительность. Она варьируется от модели к модели. Самая вместительная корзина из колясок Бубаго у модели Лацио – 29,5 литров. У остальных моделей объем в среднем около 20 литров. Доступность. Важно, чтобы можно было добраться до корзины, даже если спинка полностью откинута. Высота. Дно коляски должно быть на достаточно большом расстоянии от земли. Оно не должно волочиться, когда корзина полностью загружена. Надеюсь, ответил на твои вопросы. Но если они еще остались, обязательно пиши в комментариях. Отвечу на все. И призываю подписаться, нажать лайк и посмотреть следующее видео. Продолжение следует...